Режиссер Уравнителя 3 Антуан Фукуа поделился новостями о Уравнителе 4. Ожидается завершение франшизы, но, возможно, четвертая часть. Есть-есть загвоздка. Условия Уравнителя 4 Дензел Вашингтон Роберт МакКоттмалл должен быть заинтересован. Фукуа и Вашингтон обсуждали, что уравнительный конец серии. Он упомянул, что Уолшингтон в огонь-форме, в хорошем здоровье для объемок. Фукуа будет обладать постановки четвертой части, если Вашингтон будет с ними, но кажется маловероятным. Но Фукуа принимает непредсказуемость будущего. Кто знает? Два предыдущих фильма «Уравнитель» успешно выступили в прокате. Каждый заработал более 100 миллионов. Сборы Уравнителя 3 предполагаются немного меньше, но постоянный интерес публики к боевой франшизе говорит о том, что четвертый фильм может легко получить поддержку. Фукуа учитывает возрастной фактор, учитывая, что Вашингтону почти 70. Режиссер подчеркивает сложность хранения правдоподобности главного героя, кто уничтожает преступников с точностью. Режиссер все векает, что было бы ценно закончить франшизу сизу финалом, а не растягивать ее до предела. Хотя сюжет «Уравнитель 4» официально не подтвержден, есть несколько вариантов, куда может уйти нарратив. «Уравнитель» с Вашингтоном в главной роли берет начало в одноименном телешоу 80-х, но кино воспринимает сюжет по-другому. Если «Уравнитель 4» получит добро, он сможет открыть новые сюжетные территории. Франшиза доказала способность создавать оригинальные истории, сохраняя дух исходного материала. Ти-шоу 80-х может дать вдохновение для новых перспиражей и сюжетных линий, которые можно переосмыслить под новый фильм «Уравнитель». Одна из возможных дорог для «Уравнителя 4» — представить нового центрального героя «Мстителя», который возьмется за дело после «Осберта Маккола». Такой подход позволил бы франшизе продолжить работу с новым героем, возможно, подготовив почву для новой трилогии в рамках серии. Исследование динамики прошлого нового «Уравнителя» могло бы привести свежий взгляд на сюжет. Единственная возможность, которая обсуждалась, — представить идею приквела к «Уравнителю». Он мог бы сосредоточиться на юном Роберте Макколе, дав понять его раннюю жизнь и события, что из него сделали «Мстители», которого знают зрители. Прилл может раскрыть персонажа с другой стороны, показывая его происхождение и путь, который привел его к роли «Уравнителя». Влияние «Уравнителя 3» со своим рейтингом R и смещением в Южную Италию, фильм заканчивается тем, что Роберт Маккол находит покой в маленьком городе Альтамонте, защищащий его от местной мафии. Несмотря на удовлетворительность окончания, таинственный вызов из Бостона намекает на будущие приключения Маккола. В «Уравнителе 4» возможен сюжет кибер-трибертера с хакером. Мак, вероятно, объединившись с другим уравнителем в исполнении Джона Дэвида Вашингтона, может помешать план планах хакера на мировое отключение электричества. Когда они углубляются на далекий остров, обнаруживаются шокирующие связи с прошлым Маккола. Неожиданный поворот может пролить свет на истинное лицо эльхакера Эмму Коллинз, долго потерянную ренуч Маккола, которая стремится к справедливости против Камфкары. Откровение придает эмоциональную глупую гну, связывая выбор псевдонима «Уравнитель» с справедливостью Маккола. Фильм будет глубоко изучать темы искупления, справедливости, семейные узы, обещая увлекателька повествования. Хотя «Уравнитель 3» намекает на уход Маккола на пенсию, загадочный финал и полициональная сюжетная линия о хакере открывает возможности для дальнейшего исследования. Вчителяющая и уступительная сцена, показывающая решимость Маккола-короцца с несправедливостью, устанавливает тон. Эмма Коллинз в исполнении Дакота Фаннинг берет на северную роль лидера, добавляет сложность, связывая своего персонажа с прошлым Маккола через крестную Сьюзен Плазеннер. «Уравнитель 4» может двигаться в захватывающем направлении, исследуя лидерские качества Эммы и социальные связи. С корнями в телешоу 80-х годов франшиза имеет множество идей и персонажей для воссоздания для современной аудитории, обещая и знакомство, и глубину в ближайшую часть. Следует ли «Уравнитель 4» новой истории из «Уравнителя» или исследует предысторию Роберта Маккола потенциал для интригующих повествований о Эмме? Решение рассказать оригинальную историю или углубиться в путь приквела будет зависеть от творческого направления создателей фильма. Официальных объявлений фанатам придется ждать и видеть, какой путь выберет «Уравнитель 4» и какие повороты ожидают в следующем фильме. Если проект получит зеленый свет, может появиться вполне новая, но волнующая история. Захватывающий потенциал представление преемника Роберта Маккола, нового персонажа-линчевателя, возглавающего следующую трилогию. Преемник привнесет свежую перспективу и стиль, освежив серию. С другой стороны, интересная идея – приквел. Приквел. Вместо продвижения из нее и с продолжением, фильм мог бы исследовать ранние годы Роберта Маккола. Изучение его прошлых приключений может раскрыть москвизвестные истории, поменять взгляд на хорошо известного персонажа. Возможности для «Уравнителя 4» весьма разнообразны и интригующи. Представьте себе нового героя, вступающего в роль борца со справедливостью, переводящего франшизу на неизведанный уровень. С другой стороны, представьте себе путешествие в прошлое Маккола, где он станет свидетелем событий, которые сделали его борцом с несправедливостью, которым мы знакомы. Это шанс расширить вселенную, предлагая поклонникам другой, но не менее захватывающий опыт. Закрытие «Уравнителя 3» не очень намекает на продолжение, предпределяя, что Роберт Маккол действительно открыл новую новову в своей жизни. Если этот фильм действительно является концом сериала, он предоставляет достанное и вдохновляющее разрешение для персонажа. Первая сцена массакры в «Уравнителе 3» добытает глубины преданности Маккола. Фильм намекает, что эта внушительная сцена, напоминающая сцены из фильма ужасов, устанавливает тональность непоколебения преданности Маккола исправлению ошибок и помощи принуждающимся. Желание поправить несправедливость, связанную с киберпреступностью, например, при краже пенсии у пенсионера, подчеркивает преданность Маккола справедливости, изображая его как сложного и движимого моралью персонажа. Открывающаяся сцена фильма разворачивается на фоне напряжения в доме босса мафии, где разгросаны тела его людей. Маккол сталкивает с оставшимися приспешниками в подвале, легко околевая их. Перед схваткой Маккол намекает ко своему мотиву, предполагая, что они взяли и что им не принадлежит. Во время всех этих событий он таскает с собой таинственный рюкзак, открывая его и держимое Коллинзу лишь в концовке. Маккол раскрывает, что мафия занималась киберпреступностью, в частности, кражей пенсии пенсионера в Бостоне. Действия Маккола, вдохновленные состраданием, связаны с связанной встречей с человеком, которому он однажды подвозил, это отсылка к его подработке в Уравнителе 2. Маккол, движимой справедливостью, отправляется в Италию с единственной миссией возврата краденных 360 тысяч долларов в пенсионеру. Макколи Коллинз едва понимает, почему Маккол решил пойти на такие крайности ради незнакомца. Она видит радость на лицах пенсионера и его жены, получающих деньги назад, становится ясной серьезность насерения Маккола исправлять несправедливость. Свидетель свидетельствует о моральном направлении Маккола и показывает огромное влияние, которое может оказать один человек на жизнь другого через добрые поступки и справедливости.